Нам необходимо обеспечить безопасность, соответственно, вам необходимо заключить договор. Я заключил договор уже два месяца, я заплатил деньги, понимаете, за этот договор. Ни одного хрена никто не пришёл, не посмотрел, в каком состоянии эта труба, атом, подводящая эти самые шланги. Договор на внутриквартирное газовое оборудование у этого жителя по улице Альпийская заключён, а вот на общедомовое нет. Частник объясняет, где взять деньги пенсионеру, тарифы растут, услуги дорогие, да и не один он здесь проживает. А соседи в ответ на информацию от администрации пишут ответную записку и рассчитывают на авось, не задумываясь о возможных последствиях, да и вообще о том, что могут остаться без газоснабжения. И таких домов на курорте 46. Семь из них будут отключены от газа уже в ближайшие дни, повторное подключение обойдётся гораздо дороже. Первое, необходимо, а, заключить договоры, опять же, на обслуживание внутридомового газового оборудования, заключить договоры и заплатить за это деньги, заключить договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, после этого сдать акты на обследование систем вытяжной вентиляции, вот, это тоже полторы тысячи рублей. Поэтому дальше придут специалисты, проверят газовое оборудование, плиты, вот. Если плиты имеют срок службы более 15 лет, значит необходимо заключение специализированной организации. То есть это будет очень дорого и очень долго. Это будет порядка 10 тысяч рублей с квартирой. Сам же договор на общедомовое обслуживание стоит 3 тысячи рублей. Эти деньги собираются со всего дома, а не с одной квартиры. Жители первого дома на переулке Севастопольский уже подали заявление на заключение договора с Горгазом. Информация от района администрации, которая была вывешена в подъезде, дала понять, шутить с законом и экономить на собственной безопасности не стоит. Тем более много времени на это не требуется. Странно, что администрация этим делом занимается, а не Горгаз. И обслуживание должны приходить, проверять с контрольной какой-то проверкой, как работает, потому что случаев постоянно в последнее время очень много. Надо сюда лично прийти и с каждой квартиры заключить. Человек должен прийти с квартиры. Они от всего дома заключают председателя, а остальные уже в квартире. Обслуживание общедомового оборудования – не нововведение. Просто в соответствии с постановлением правительства меры по этому поводу ужесточились и в первую очередь вызваны необходимостью безопасности самих жителей. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.